Народная артистка Российской Федерации, балерина Ильза Лиепа с интересом рассматривает модели изобретений великого ученого Леонардо да Винчи. Они украшают потолок и стены библиотеки имени Крупской. Деревянный винт по замыслу автора должен был поднять прикрепленный к нему объект в воздух. Да Винчи умел дерзко мыслить, и его модели украшают стены учреждения не случайно, как символ того, что реальность – это воплощенная мечта. Я потрясена тем, что я сегодня увидела. Вот здесь, где мы находимся, пространство для детей, мне кажется, что это удивительный, необходимый в наше время формат интереснейшего творческого пространства. Какие бы ни были передовые технологии, я понимаю, что можно читать электронную книгу, но я все время пытаюсь и своей доучери тоже рассказать, что вот книга, у нее есть запах. Ты открываешь, там есть рубашка, да, и что вот это вот ощущение шелеста страниц, что это ничем не заменить. Знаменитая балерина тоже пишет книги, делится самая дорогая для сердца сборник театральной сказки, которую она написала, когда ждала появления на свет дочки Нади. И только одну сказку я написала уже специально для нее, она у меня очень любила лягушек. Я как-то ее спросила, давай я тебе напишу сказку, про кого тебе написать сказку, она сказала мне, напиши про лягушку. И так родилась еще одна сказка, лягушка-балерушка. Современные библиотеки – это пространство, в которых можно не только почитать книги, но и попробовать себя в творчестве и даже отправиться в виртуальное путешествие. Библиотеки оснащены VR-очками. В путешествии по Самарской луке можно одеть очки, походить, погулять по горам, посмотреть на цветы. Конечно, можно же посмотреть, допустим, праздник света, как проходит он в разных городах. Или поплавать в подводных мирах, посмотреть подводные музеи. Народная артистка России Эльза Лиепа рассказывает печально наблюдать, как многие семьи проводят все выходные с детьми в торговых центрах. И здорово, что в Самаре есть альтернативный вариант для отдыха семьей – модельные библиотеки. Все занятия в которых проходят бесплатно. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.